Ехала с Киева, говорит, а женщина руки как-то прячет, вот это все. Ну, а потом они, говорит, ехали четвером, потом остались вдвоем, она ей рассказывает. Ну, Надежда спрашивает, да вы не бойтесь, это не заразное поведение, я птичницей работаю. Ну, вот этот комбикорм, дают там перчатки, их не хватает на, там, дают на неделю, не помню, может на день дают, может на два дня. Их не хватает, вот приходится голыми руками от комбикорм брать, а вот что-то получается с руками. Вот, что мы едим с курицей. Вот это Кравчук, а Хатымпу замазил себе в Квейцарии. И сейчас пышет в Конституции. Михаил Федорович, вот это, я вот рассказываю, я, у меня давление, наверное, поднимается, вот честное слово, я вот это, когда все, я, если бы я меньше знал, вот честно говорю, мне бы как-то легче было жить. Так эти же люди, они же и сейчас есть, и последователи. Все же они и творят. Еханурова, ой. Ну, тот хоть... Еханурова вроде нормальный. Нормальный. Ему надо было ящик водки и две женщины. И все. И все, он был секретарем ЦК Комсомола. Вот приезжает, уже как данью обкладывали, значит. Чашкин, где твои там эти самые телефониски? Ехануру приехал. Мне телефонисков. Ликеро-водочный, мой ящик водки. Наверное, наш остальное, конфеты, там мясо. Так он, оказывается, самый порядочный. Самый порядочный. По мере. Я так понимаю, что так оно и есть, такие детали. Вот специально держал две телефониски, которые болтаются, там, другим работать не дают. Я говорю, ты отправляй их в эту самую, в отгулы, там, какие-то прогулы. И партийные тоже самое. Приезжали поменьше. Не Кравчук, конечно, а поменьше. Там инструктора, там проще. Заказ. Где твои телефониски? Да, систему построили. Ну, хоть, я думаю, что тогда легче было. В смысле, ну как? Ну, телефониску держал. Ну и хорошо. Продолжение следует.